Друзья, у нас сегодня несколько необычный вебинар, я не совсем в обычных условиях, я сейчас введу из конструкторского бюро в Минске, и как подтверждение того, что у нас работает, я сейчас буквально через 5 минут вам покажу, подойдет Анатоль Дуарч Юницкий, он тоже вам, а погромче, да? Так, просто я сегодня не планировал проводить вебинар, но из-за того, что я здесь в Минске, идет работа, вот, я очень важный такой момент, что то, что мы сегодня делаем, чтобы вы посмотрели и по это, так, Анатолий Дуарч, значит, так, вот Анатолий Дуарч подошел, я очень, добрый день, значит, 374 человека у нас сейчас в эфире, и то, что мы с Лешей сегодня говорили, что работа выходит на новый этап, мы сегодня проводим, и сегодня тоже интересно, сейчас вот я позвал Анатолия Дуарча, он сидит сейчас в кабинете, бывший замминистра транспорта Российской Федерации, МПС, да, обсуждает вопрос, мы наверное, через некоторое время, да, 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 вот, поэтому, друзья, просто сегодня вопрос такой, что мы показываем, что это очень важно, этот процесс идет, и я очень рад, и Анатолий Дуарч согласился, чтобы с вами поздороваться и сказать, что, друзья, это знаковое событие, и то, что мы сегодня делаем, я вам сейчас ряд расскажу событий, которые происходят, они говорят о том, что, друзья, не зря мы здесь все собрались, не зря мы с вами работаем, и тот результат, который мы получаем, сегодня, так сказать, очевидно. Всем удачи! Да, все, спасибо, Антолий, можно для камеры, я пожму вот так вот все, договорились, ну вот, друзья, это, ну, скажем так, небольшое такое отступление, что, видите, то есть я был в Риге на конференции, теперь приехал в Минск, то есть вот Анатолий Дуарч идет, и сегодня я просто хотел бы просто, так как я у Леши попросил, что я сегодня вебинар вести не буду, а просто включение 10-15 минут, просто рассказать новости, которые идут, чтобы вы понимали, что я приехал из Риги, а для меня сегодня основная задача, кроме проведения конференции, это запуск адресных проектов, и я могу сказать, что в Риге вот за мое посещение мы запустили два адресных проекта, один это по Юрмале, то есть мы делаем очень интересную трассу вокруг Юрмала, и второй вокруг старой Риге, и сейчас мы уже создаем компанию, мы сделаем, и мы договариваемся, что в апреле следующего года мы уже делаем демонстрацию у них, во-первых, модели один к одному, которую сегодня уже начинают изготавливать, а во-вторых, это транспортная система, которая будет работать. Вот, и второе, вот я вчера был здесь, мы, Андрей, когда у нас придет, Лютин-то? Ну, тут один из сотрудников, таких ключевых сотрудников КБ, он ведет адресные проекты, просто вчера, находясь здесь, КБ, мне звонит один мой давний товарищ, просто это я вам эксклюзив даю, чтобы вы тоже знали, что в Санкт-Петербурге, в России в ближайшие две недели поменяется губернатор. Вот, Полтавченко уходит на пенсию, приходит один товарищ, который давний сторонник нашей технологии, который давно знаком с Юницким, и еще до того, как он стал губернатором, у нас попросили ряд проектов, которые мы подготовили для Санкт-Петербурга. Поэтому можете посмотреть эту информацию, что в Санкт-Петербурге в ближайшее время сменится губернатор, придет новый человек, который знаком с нашей программой, и мы там начнем реализовывать сразу три адресных проекта. Это тоже очень, так, очень плохо слышно, идет, не давайте ссылки, пожалуйста. Да, Леш, ты там смотри, регистрируй, может потише чуть сделать, нет? Так, давайте настройки, микрофон, да, чуть-чуть потише, вот так вот, все, давайте. Вот, поэтому смотрите, что мы запустили сейчас очень интересные процессы, вот которые сейчас Леша ведет, он вам дальше расскажет, что порядка 30 адресных проектов мы сегодня ведем по разным регионам. Вот, второе, что вот в Ригу я приехал проводить конференцию, и там нашлась очень интересная команда молодых, талантливых ребят, которые готовы и продвигать проект в Риге, и они пошли сегодня заключать соглашение с мэром Риги и с мэром Юрмалы, и я могу сказать, что через некоторое время в Юрмале мы увидим наши юнибусы, мы увидим Скайвей, и это очень интересный процесс. И второй момент, что процесс идет каждый день, каждую секунду, и вот даже вот изменения, казалось бы, которые нас не касаются, ну, меняется губернатор в Санкт-Петербурге, но Полтавченко уходит, приходит Игорь Слюняев, он сейчас под другой фамилией, то есть, казалось бы, как касается, но Игорь, это нас большой союзник уже десятки лет, который знает программу, знает, и естественно, что наши предложения по адресному проекту в Санкт-Петербурге сразу переходят на новый уровень. Вот, поэтому тут про Сочи говорят, друзья, не то, что в Сочи, у нас не зря такой идет лозунг, что строй Скайвей, спасай планету, наши юнибусы будут ездить по всему миру, они будут, так сказать, кстати, я могу сказать, что рекорд 415 человек у нас на сегодняшний момент уже есть, вот, поэтому, что? А, на полигон? Да, друзья, вот тут уже как раз нас зовут, мы сейчас едем, это вот сейчас с Анатолием Эдуардовичем и Сергеем Анатольевичем, они в это самое решают, мы сейчас, просто видите, тут уже меня зовут, мы сейчас должны поехать на полигон в Марьину Горку, для того, чтобы именно побыть на полигоне, показать еще, и вот вы видели все репортажи, буквально недельной давности приезжал Хук, это наш теперь уже близкий партнер, который поверил в технологию, а он в свое время занимал высокую должность в правительстве Австралии. Так вот, сейчас, вот Анатолием Эдуардович подходил, в кабинете сидит замминистра транспорта Российской Федерации, который тоже приехал, интересуется технологией, и сейчас мы едем показывать ему полигон, показываем строительство, это как раз демонстрация того, что все, что мы с вами делаем, друзья, это можно потрогать, пощупать, увидеть, посчитать и, соответственно, увидеть перспективу. Поэтому это все уже давно перешло из области, скажем, каких-то абстракций, из области иллюзий в конкретную реализацию. И такие люди, которые, ну сегодня, вот там вот, две недели назад был Хук, сейчас приехал Сергей Анатольевич, его тоже, ну мой полный тезка, вот. Но вопрос в том, что, друзья, это только начало процесса, и он сегодня идет, и мы сегодня для этого работаем, и те цели и задачи, которые мы сегодня реализуем, друзья, они сегодня реализуются каждый день, и их можно видеть. Вот, я по конференции в Риге, такие свои, могу сказать, эмоции, потому что только-только закончил, что организатор этой конференции, НЕТ, она такая очень интересная инвестиционный банкир, вот, она показывала человека, который год, целый год рассказывал, что мы занимаемся ерундой, что мы занимаемся хайпом, мы занимаемся пирамидой, мы обманываем людей. Так вот, после конференции в Риге он ко мне подошел и сказал, что, друзья, я очень жалею, что я год не подключился к вам назад, что я инвестирую только сегодня, а не год назад, и показал мне платежку на 10 тысяч евро, это после конференции он идет вкладывать в наш проект. Я считаю, что, друзья, ради этого можно было съездить в Ригу, вот, но с точки зрения результата, который мы сегодня там получили, та команда, которая подключилась и стала продвигать проект в Юрмале, в Риге, еще в Ряде, в Латвии. Друзья, это как раз основная работа, которую мы сегодня делаем, и я никогда не перестаю это говорить, что каждый из вас... Так, что тут негатив? Не стоит государство бояться, Крым... Так, друзья, я за сайтом не слежу, поэтому вы давайте я без комментариев, я просто свои, как бы там, ощущения, эмоций говорю, вот, поэтому, друзья, это очень важно, что мы сегодня делаем, но, что вы должны понимать каждый из вас. Мы сейчас договариваемся в Юрмале запустить первый проект, построить первый километр, это будет стоить где-то около 500-800 тысяч долларов. Эти деньги, которые мы с вами должны собрать, инвестировать и оплатить эту работу. И я считаю, что инвестиции в такой адресный проект, они крайне эффективны, потому что это высокая доходность, потому что мы показываем бизнес-план, это поддержка властей, которые хотят, и третье, это запуск всего проекта, который сегодня делают. И мы, друзья, вот, я думаю, что Леша вам расскажет о проектах в Турции, которые мы сейчас запускаем, о проекте в Монреале, в Риме, ну, он вам расскажет, потому что вся работа по адресным проектам сегодня замкнута на Алексея Суходоева, в конструкторском бюро этим занимается Андрей, как фамилия? Селюков. Это именно человек от Анатолия Дуаровича, который увязывает. А мы сегодня запускаем эти проекты, и до конца года, я абсолютно уверен, и мы с вами сможем отчитаться, у нас будет не менее ста таких проектов. А каждый проект это работа в конкретном городе, это работа с конкретными мэрами, это работа, и то, что сегодня мы делаем. И, друзья, смотрите, я сейчас, здесь три этажа конструкторское бюро, только что нам показывали модель, которая строится один, чтобы я не обманул, ка скольки, модель? Один к десяти, да? Вот. Один к десяти, вы видели ролики, которые это, сегодня, я могу сказать, это для вас новая информация, я видел уже модель, которая строится один к одному. И вот мы сейчас для первого мэра, который хочет заказать этот процесс, это в Литве, мэр Дроскиненкая, мы эту модель уже в следующем месяце будем показывать. Поэтому, друзья, эта работа идет, и самое главное, то, что я вам говорил, и вы каждый должен понимать, к этой работе мы каждый имеем отношение. Без каждого из нас этой работы не будет, потому что вчера опять, ну, у нас там были проблемы с финансовой точки зрения, не могли деньги перегнать из России сюда, так сказать, и конструкторское бюро, это есть зарплаты, это есть налоги, это есть оплата, и те деньги, которые от фонда не приходили, они вызывают проблемы. Вчера эти деньги пришли, и я могу сказать, что совсем другое настроение, потому что мы с вами за этот месяц собрали рекордную сумму, это больше 500 тысяч долларов, это новая работа. И эти деньги, которые пришли в КБ, я могу сказать, что они резко изменили ситуацию и по зарплатам, и по перспективам работы, и я могу сказать, что, друзья, каждый из вас к этому имеет отношение. Каждый из вас участвует в этом процессе. Если мы с вами не будем это делать, то, соответственно, эта работа остановится. Так, Филипп, Спартак, региональная конференция в Красноярске, да. Так, по ключу это будет все к Леше. В Красноярске, да, на следующей неделе, в воскресенье у нас конференция в Красноярске, я там обязательно буду. Более того, там будет руководитель президентской администрации ТВ, он приедет в Красноярск, и мы будем обсуждать ряд адресных проектов уже в ТВ, там в Красноярске. Поэтому у меня сейчас задача в каждой конференции, в которой я принимаю участие, для того, чтобы мы запускали проекты и эти проекты продвигали Skyway, привлекали новых людей и, соответственно, привлекали новые инвестиции. Так, каждый месяц, так и больше. Да, тут Наталья абсолютно, так сказать, то, что мы сегодня перешагнули рубеж в 500 тысяч долларов, ну, друзья, это Андрей Хавратов, ну, мы тут с ним много общаемся, он нас несколько ругает, что мы не дорабатываем, потому что по планам мы должны были выйти уже на миллион долларов в месяц, пока мы вышли на 500 тысяч, но я могу сказать, что система, мы сейчас регулярно идем по 1200 человек регистрации новых людей, которые приходят в проект. Я как раз Анатолию Дуаровичу сегодня показывал, что программа развивается, то, что мы сегодня делаем, это крайне важная вещь, и это работа системы, так, надо продлевать флешмод, надо, дайте ключ, по ключу это к Лёше, Лёша вам покажет и расскажет. Ну вот, друзья, давайте, потому что я больше, ну, по времени просто сейчас мы уже выезжаем на полигон, мы будем показывать, репортажи, которые сегодня снимутся буквально завтра-послезавтра будут в сети, вы увидите. Еще что я могу сказать, что это вот и для Лёши Суходоева, и для нас, мы объединяем информационное пространство, и теперь мы будем вещать и вести единый вебинар Skyway Invest Group для Skyway Capital, для самой компании, потому что все люди, которые участвуют в проекте, это люди, которые сегодня нужны проекту, поэтому деления здесь нет. И второй момент, который сейчас можно, ну, как новость и как уже сказать для тех, кто участвует в Skyway Invest Group, это то, что мы договорились, и мы буквально в течение месяца проведем мену акций и мену обязательств Skyway Invest Group на именно акции компании. Мы говорили, что это будет после IPO, но сегодня очень важно, чтобы каждый из вас понимал причастность к программе, что вы обладаете акциями компании, которые выдает Анатолий Дуарович Юницкий как автор, потому что вся интеллектуальная собственность создается им. И то, что мы сегодня видим, здесь опять же, друзья, я вам могу сказать свою точку зрения, вы можете относиться к ней как угодно, но с инженерной точки зрения меня очень трудно удивить, потому что я много что видел. То, что мне показал Юницкий сегодня в тех разработках, которые мы будем строить для Лондона, мы сейчас, ну, вы видели, наверное, наш молодой парень, Арманд продвигает проект, и я считаю, что в Лондоне через некоторое время он будет бизнесменом номер один. И для нас это очень важно, что это из нашего, скажем так, скайвейская гнезда выходит такой человек, и Арман – это уникальный парень, он с пяти лет мыл стекла на автомобилях, потом работал в гостиницах, потом еще, то есть это человек, который зарабатывает деньги с пяти лет, потому что мама парализованная, потому что дети, братья, сестры, и он для всех зарабатывал деньги. Я считаю, что когда такие люди сегодня продвигают скайвей, это очень важно. А для нас важно, что он будет бизнесменом номер один в Лондоне, потому что проект, который сегодня мы прописали, бизнес-план, который делаем, это миллиарды фунтов стерлинга. Андрей, давай, так сказать, это сюда. Вот подошел Андрей, это сотрудник компании, то есть, Андрей, 453 человека в эфире, только что подходил Анатолий Дардович, так сказать, он всех подошел. То есть, вот, друзья, я вам показываю человека, который отвечает в компании за адресные проекты. Мы с ним, вот буквально, Андрей может подтвердить, что вчера я ему дал проект по Самаре, потом позвонил помощник вице-губернатора, который станет губернатором. Кстати, друзья, проверим эту информацию. Я вам тоже выдаю эксклюзив о том, что в течение недели должен поменяться губернатор Санкт-Петербурга, посмотрим. И то, что должен прийти новый человек, его сегодня фамилия Абалдин, но мы его знаем, как Игоря еще с тех пор, я его знаю 20 лет, поэтому, как бы, это человек, который... Так вот, друзья, Андрей продвигает адресные проекты. Мы готовим сейчас предложение для президента ТВ, для губернатора Самары и для губернатора, пока вице-губернатора Санкт-Петербурга. Поэтому, друзья, видите, насколько у нас сегодня уникальный вебинар. Я вам показываю много людей, которых вы раньше не видели, а то, что мы идем из конструкторского бюро, это как раз показывает о том, что никаких... Тут были... Есть ли у нас разногласия между фондом и не фондом? Друзья, мы все делаем одну работу. Мы все проводим одно значение, которое мы с вами должны заработать на акциях интеллектуальной собственности, которые дает Анатолий Довальевич Юницкий. Андрей? Да, все верно. Все. Вот. Поэтому по адресным проектам я вас сразу буду напрямую замыкать на Андрея, и мы обращаемся, кто чувствует в себе силы, кто готов запускать проекты, напрямую к Андрею. И пока я ему подсунул где-то около 30 проектов, я думаю, до конца года будет 100. Да, друзья. Поэтому, видите, у меня сегодня конструкторское бюро, то есть я могу показать, здесь работают конструктора, то есть я специально веду там как бы это. Это работа, которая показывает... Друзья, мы с вами делаем очень важное, интересное дело. Каждому из вас, который сегодня проводит работу, знаете-ка, это мне стыдно рассказать, друзья. То, что мы с вами делаем, не стыдно никому показать. А вчера, я вам, так сказать, чуть-чуть приоткрою тайну. Вот. Автор Виктор Бабурин, он предложил, я могу сказать, настолько важную, интересную мысль. Вы все увидите это в наших чатах, в наших рассылках. Просто я говорю, мы почти всю ночь сегодня это обсуждали с Анатоли Дарчим, Юницким, там еще что. Друзья, все, кто когда-либо участвовал в каких-то финансовых пирамидах, финансовых инструментах, все, кого когда-либо где-либо обманули, сегодня мы говорим, что компания Skyway, Анатолий Дарчим, Юницкий готов взять на себя эту ответственность. Друзья, вы вложили в Сбербанк, в Советского Союза, и он вас бросил. Вы не получили эти деньги. А сегодня Skyway может вам эти деньги компенсировать. Ну, друзья, я уже и так сказал больше, чем надо. Тут мне так сказать, вы это увидите. Но я могу сказать, то, что мы сегодня делаем, это очень важно. И тот проект, почему мы можем говорить о том, что Анатолий Дарчим, Юницкий может взять на себя ответственность. Потому что интеллектуальная собственность, которую мы сегодня капитализируем, она стоит очень дорогого. И поэтому он может сказать, друзья, вас обманули раньше, вас никто обманывать больше не будет. Более того, вас когда-то обманули, а мы готовы это компенсировать. Это дорогого стоит. Это социальная ответственность бизнеса. И то, что Юницкий, вот он мне вчера это рассказывал, берет на себя ответственность, ну, друзья, я пока это оцени, знаете, так сказать, это его ответственность. Это он готов сказать, что он компенсирует то, что Сбербанк Советского Союза кинул миллионы людей. Он говорит, он вас кинул, а я вам это верну. Потому что есть интеллектуальная собственность, потому что мы делаем это. Но, друзья, это чуть-чуть эксклюзива, которые я вам сегодня даю, которые вы, наверное, не то, что еще не слышали, а это действительно новое направление, которое идет. И я могу сказать, что, наверное, Юницкий единственный, кто имеет на это право. Все остальные это болтуны. У всех остальных за душой нет ничего. А у Юницкого есть технология, есть команда. Я могу сказать, что вот из Риги сейчас вернулся, там сотни людей. Вот я вам приведу такой пример. Мы проводили фуршет, и на этом фуршете мы вместе решили выпить за здоровье Анатоли Дуарча. А у них есть интересная такая латвийская традиция. Каждый встает, он чокается с предыдущим, и по кругу это должно вернуться. Вы знаете, сколько я ждал? Больше пяти минут. Это сколько людей стояло за то, чтобы за здоровье поднять рюмку и поднять, так сказать, друзья, это дорогого стоит. И я могу сказать, что это в каждом городе, куда мы приезжаем, это в каждом конференции, которую мы делаем, это везде. Потому что то, что мы делаем, нам нечего стыдиться. Мы сегодня объединяем мир. Мы сегодня объединяем технологии, которые есть. Потому что есть энергосберегающие технологии, есть оптиковолокно. Все это сосредоточится в Skyway. Ну вот, друзья, давайте на этом я свою часть буду считать законченным. Леш, я вечером, скорее всего, в 20 часов не смогу, потому что у меня в 20.35 поезд в Москву, и я выезжаю уже из Минска в Москву. Поэтому вы с Армандом давайте тогда без меня. Либо можно запись поставить, либо просто всех отсылать к ссылке, которая сегодня есть. Я считаю, что Антоли Дуарович, который помахал рукой, можно это вырыть и поставить на вечерный вебинар, сказать, что, ребята, все идет, все как бы это самое. Поэтому, друзья, видите, мы сейчас приближаемся к 500 человекам на вебинаре. Это тоже довольно-таки большое количество, большой рекорд. Я очень этому рад. Мне, я очень, вы, наверное, видите мое настроение, потому что, друзья, после того, когда общаешься в конструкторском бюро, когда видишь, что происходит, когда видишь модели, которые строятся, когда едешь на полигоне, друзья, это совсем другое то, что мы с вами делали год назад. И мы на вебинаре, на конференции в Риге тоже вспоминали, там были люди, которые присутствовали на первом моем вебинаре, который мы вели с Анатолием Эдуардовичем в январе 2014 года. Вот такая маленькая корка, когда мы рассказывали, что мы хотим, как мы хотим. И сейчас, друзья, более того, еще одну маленькую мысль, которую я вам тоже скажу, потому что она очень интересно получила реакцию в Латвии на... Вы помните нашу историю в Риге, когда президент лично с Юницким, там был конфликт, нас выгнали, уголовные дела, почти миллион евро, больше миллиона евро арестовали на счетах. Прошел год и сегодня, вот мы обсуждали тоже, Анатолий Эдуардович подает в суд, международный суд на президента Литвы. С каким соображением? Друзья, год назад его обвинили шпионом КГБ, обвинили в том, что он обманывает людей и он вкладывает и собирает деньги под непонятную вещь. Сегодня мы показываем, друзья, за год в Минске построили, реально идет, мы никого не обманываем. А Литва, благодаря президенту, потеряла определенную вещь. Деньги нам тоже не вернули, а это, друзья, наши с вами акционерные деньги. Так вот, я сказал, что Анатолий Эдуардович, это абсолютно правильно. Надо подать в суд, надо показать, что они потеряли, и надо отчитаться, что мы за этот год сделали. Если бы нас не выгнали из Литвы, мы бы это сделали в Литве, а не выгнали, мы это сделали в Беларуси. Но, друзья, для вас и для всех остальных мы это обещали, мы это сделали. И, соответственно, это очень важный для нас отчет, потому что перед вами мы можем отчитаться только одним, только выполненной работой. Если работы нет, мы можем рассказывать все, что угодно. Мы можем показывать офисы, мы можем показывать инженеров, мы можем показывать работу. Еще один банкир, очень такой известный в России, он говорит, ребята, вы занимаетесь бутафорией. Я вам могу сказать, когда у него перешел перелом сознания. Вчера вышла, друзья, ролик, просто здесь есть ребята, которые делают ролик, которые обсчитали полигон, который показывает. Его обсчитывало. Где, Андрей, сколько компьютеров одновременно? Больше десятка компьютеров. Сколько времени она обсчитывала? Не, ну долго, вот скажи. У меня в эфире 500 человек. Скажите, сколько времени? Двое суток. А теперь скажите, если бы мы это заказали в дизайнерской фирме, сколько бы это стоило? Ну, как минимум 50 тысяч долларов, так? Нет, это они говорят, это я скромно сказал. Так вот, друзья, а мы это делаем, и мы показываем, и я банкиру показываю. Смотри, вот такого уровня ролик, который вы сегодня видите в чат, это стоит создать 50 тысяч долларов. Поэтому у нас сегодня это дает коллектив, который работает. А, соответственно, если бы мы это делали как бутафории, друзья, эту бутафорию сделать нельзя. И сегодня чем дальше? Более того, есть пессимисты, которые это не верят. Ради бога. У меня сегодня есть определенная практика. Каждый первого числа, каждого месяца я рассылаю руки, я рассылаю, говорю, друзья, вот наш отчет за работу. А теперь вы посчитайте, сколько надо денег для того, чтобы это сделать. И сколько мы на это тратим, и это, друзья, уже не какая-то бутафория, не какая-то пустая работа. Так, пессимистам, абсолютно верно. Елена, я так сказать, это Люба Хлебникова, так сказать. Так, для Любы сразу это самое. Андрей, можно еще раз тебя позвать? Где Андрей наш? Нет, Андрей это там, по адресным проектам. Позовите Андрея. Значит, Люба, это специально для тебя сейчас говорю, что письмо для президента ТВ будет готовить Андрей. Я его передал все вводные, и мы буквально сегодня подготовим предложение для республики ТВ от конструкторского бюро напрямую, чтобы я всем говорю, друзья, это не моя работа, и это не наша какая-то прихоть. Мы сделаем представление, мы сделаем, так сказать, это, ну вот видишь, Люба, так сказать, это, и мы сделаем официальное письмо от конструкторского бюро на президента ТВ с нашим предложением, которое мы делаем. А то, что я уже сегодня говорил, очень интересно получилось, что пока я здесь, Андрей, вот, вот смотри, вот Люба Хлебникова, видишь, так сказать, это, она делает сейчас коммуникацию, то, что я говорил с президентом ТВ. И как раз вот посмотрите на Андрея, пообещай и скажи, что сегодня сделаешь предложение, официальное письмо, да, за подписью Анатолия Юницкого президенту ТВ по нашим предложениям, которые будут делать. То есть вот вы видите людей, которые это будут делать. И, соответственно, это будет предложение и по воде, и по транспорту, который мы делаем. Вот, Люба, вот человек, с которым будете коммуницировать и который будет это делать. Я все, все, все будет, Андрей, все, так сказать, это просто видите, как у нас сегодня уникальная такая возможность, потому что то, о чем я говорю, просто можно, так сказать, ребята, давайте, более того, даже самого Юницкого можно было вам привезти и показать. Я могу сказать, что такой возможности вообще бывает очень редко и очень, и очень, так сказать, это тут Андрей, так сказать, это миллион рублей. Значит, друзья, рассказываю очень интересную, очень интересную историю. У нас в Риге, ну, работает актив, все, и там есть очень серьезный человек, лидер, он миллионер, у него принадлежат СМИ и так далее, и так далее. И он год работает против нас. Он говорит, вы строите пирамиду, вы строите хайп, вы обманываете людей. И он пришел на конференцию в Риге. Он просидел час после выступления, после этого он ко мне подошел и говорит, очень жалко, что я с вами не познакомился год назад и пошел инвестировать. Он говорит, я пошел 10 тысяч евро. Вот, ну, я жду от него платежки. Кстати, уже два дня прошло, я сейчас Инете звонил, я говорю, где от болтуна платежка? Он обещал 10 тысяч евро, пока я еще не увидел. Вот, а вы же понимаете, для меня это тоже личный интерес, что он инвестирует, я с этого получаю свою копейку. Я говорю, слушай, что-то пока было много, а инвестиции... Так, Тарасов. Так, значит, про Тарасова тоже здесь интересные как бы разговоры. Вот, я вам хочу сказать, что еще один интерес, то есть, так, Любой, буквально две минуты заканчиваю. Я не помню кто, помните, когда у нас была конференция в Москве, а рядом шла конференция, которую проводил Сергей Шевченко. Сергей Шевченко это такой, наберите в интернете, это лидер, который входит в десятку ведущих MLM лидеров. Так вот, я могу сказать, что буквально вот за эти дни мы договорились о том, что Сергей Шевченко становится нашим партнером, он продвигает наш проект и он Skyway ставит на первый топ-лист продвижения тех технологий, которые он делает. Вот, поэтому, друзья, я могу сказать, кто знает, кто такой Сергей Шевченко, кто знает, что такое MLM бизнес, я думаю, для вас это будет, ну, не пустая информация. А для меня это как раз показатель того, что мы движемся и что очень важно с системной точки зрения. Основное количество интернет-проектов, которых хайпов, они умирают через год. 95% умирают через полтора года. Друзья, у нас в октябре, 25 октября будет два года. Поэтому мы можем показать, что, друзья, мы проект, который не умер за два года, у нас сегодня больше 220 тысяч человек, которые участвуют в проекте. Мы можем показать, что мы строим, мы можем показать адресные проекты. Друзья, мы активно движемся. Поэтому я могу сказать, что активно, видите, о, 507 человек, 508 человек. Это тоже очень приятно. Поэтому, Леша, я передаю тебе слово. Давай дальше это самое. А я поехал в Марьину Горку на полигон. Так что у нас своя работа. Мы продолжим. И вечером, Леш, наверное, вы без меня. Подключай Армонда, подключайте, так сказать, что-то. Но, опять же, друзья, сегодня я могу сказать, что вот для меня, вот, не могу об этом не сказать, потому что это действительно то, что Витя Бабурин, это человек, с кем я работаю 10 лет. Это тот человек, который вырос... ...наверное, не может похвастаться. Так вот, Витя сегодня предложил концепцию развития компании, которую принял Анатолий Дуарович. И когда они мне сказали, я об этом вам говорить не буду, я сегодня ночь не спал, потому что, друзья, это действительно очень серьезная вещь. И я очень рад, что такие люди, как Витя Бабурин, который сегодня является рукой Анатолия Дуаровича, Леша Суходоев, который сегодня работает со мной, и я тоже этому благодарен, Арманд, Саша Мусин, Ольга Шантина. Я могу произнести, собралась команда, которая реализует любые задачи, которые мы перед вами ставим. Поэтому, друзья, традиционно строй, скайвей, спасай Россию. Мы объединяем, так как я в Беларуси, строй, скайвей, спасай планету. Мы объединяем мир. Леша, тебе слово, а я поехал на полигон. Дорогие друзья, здравствуйте. Благодарю Сергею Анатольевич за такой действительно заряд. Просто супер. Все супер, будет еще лучше, как говорится. Друзья, вот каждый приезд вообще в Минск, в штаб-квартиру научно-производственного конструкторского предприятия ЗАО «Струнные технологии» сопровождается и новостями обязательно, и очень сильным мозговым штурмом. Потому что действительно там решается стратегия, там решается дальнейший вектор развития компаний. И что я могу сказать, что сейчас компания действительно, группа компаний Skyway, Skyway Invest Group выходит на новый уровень развития, в первую очередь в плане своего взаимодействия между собой. То есть мы этот процесс очень долго, планомерно, так скажем, выстраивали с зимы 2015 года. Я на этих всех мероприятиях, совещаниях был, и могу сказать, что все идет только к лучшему, все идет к общему развитию. И здесь нужно понимать, что мы создаем, действительно, вот тут вот замечательная фраза прозвучала в чате, что мы создаем союз, то есть союз не рухнул, он рухнул, может быть, в виде политического объединения, государственного объединения, но вот именно вот наш проект Skyway Invest Group может возобновить именно союз в первую очередь в головах людей. И я не понаслышке знаю, о чем Сергей Анатольевич говорил по поводу пострадавших в хайпах, пирамидах и так далее. Я с 2011 года занимался сферой развития различных интернет-проектов параллельно с своим бизнесом. Для меня всегда было интересно строить сети, но я никогда не понимал, почему проекты, зачем их создают, чтобы они умерли. И в 2014 году принял для себя решение, что пора уходить из этой сферы, потому что не может больше так продолжаться. И я не могу себе позволить больше строить структуры, говорить да, всегда людям правду, то есть все, кто знает в интернет и так далее. И многие из них меня за это не любят, потому что я всегда подводные камни своей команде, своей структуре говорил. И этот проект, именно который связан с интернет-продвижением, который связан с общением на Земле, он действительно объединяет в себе все, все абсолютно. Он объединяет в себе совершенно различные векторы, то есть это и образование у нас, университет Академии Новая Евразия скоро открывается ректором, которым является Лариса Артамонова. Это и технологии, высокие технологии, которые нужны действительно всему миру. Это и замечательный маркетинг. И когда меня спрашивают, а реклама, вы собираетесь ставить перед конференцией какой-то баннер, растяжку и так далее? Я просто отвечаю, что нам не нужно, потому что у нас все развивается в первую очередь методом сарафанного радио. А метод сарафанного радио – это самая лучшая реклама. И что я могу вам сказать, что Кока-Кола тратит более 80% на рекламу. Мы не тратим вообще ни рубля на рекламу. Все это происходит именно за счет сети. Это у нас заложено. И тот процент, который мы закладываем на сеть, он неизмеримо мал по сравнению с теми миллиардами долларов, которые тратят современные транснациональные корпорации на рекламу, чтобы их продукция даже не покупалась, а просто была узнаваема. Что касается адресных проектов, дорогие друзья, я могу сказать, что действительно сейчас все развивается не просто каждый день, а в день бывает по нескольку возникающих именно эпицентров новых адресных проектов. Их будет становиться еще больше. Я могу вас подготовить, что в будущем их будут становиться тысячи. И я верю и действительно понимаю, что мы можем выйти на именно капитализацию, при демонстрации сертификации действительно уже капитализацию пойдут первые авансовые платежи к адресным проектам к тому рынку, который мы сформируем, обязательно сформируем до еще демонстрации сертификации осени 2016 года. Я всегда задавал себе вопрос, каким образом, почему вообще в Испании мы на одном из тренингов заложили дату 26.02.2016. Почему возникла именно в головах директоров одновременно эта дата? И я не понимал, я не мог ответить себе на этот вопрос, но сейчас я могу дать вам ответ, это адресные проекты. То есть именно с помощью сети адресных проектов, это термин, который был введен при моем знакомстве со Skyway, и я верю, что в будущем все корпорации будут развиваться именно по сетевому построению, потому что это самое выгодное построение корпораций. Нас начнут копировать очень серьезные крупные корпорации. То, что сейчас присоединяются такие люди, как Сергей Шевченко, то, что в самом начале присоединились сетевики, которые умеют действительно строить сети, и они были неактивны, они становятся сейчас действительно активными. Потому что я могу сказать, что вот видео испытания модели 1 к 10 я посмотрел 10 раз. 5 раз я смотрел без остановок и замедленного режима. 5 раз я смотрел, мне было очень интересно посмотреть на эту модель, и я сравнивал ее с моделями, которые показывали Александру Лебедю, и я специально задавал вопросы Сергею Анатольевичу. Сергей Анатольевич, что побудило в честь Александра Лебедя инвестировать и выдать первые транши на финансирование полигона в озерах? Сергей Анатольевич сказал, что основным критерием именно его убежденности стало именно испытание и демонстрация модели 1 к 10. И сейчас мы имеем действительно возможность вот эту модель 1 к 10 при действительно необходимости возить по выставкам, тиражировать, если это нужно будет, представлять губернаторам, чиновникам. Очень много делегаций собирается на 17 октября. То есть у Ануш Саркисян с Турции собирается очень серьезные делегации. Сейчас буквально сегодня были серьезные переговоры с университетом ОТУ, про который я говорил. Там планируется к строительству тестовый участок, именно тестовый для Турции участок. Возможно, это будет первая струнная дорога в Турции на 1-2 километра. И такое будет возникать спонтанно и стихийно, и обязательно в большом количестве во всех странах. Потому что мы сейчас действительно перешли на тот рубеж, на тот этап, когда действительно уже формируются реальные результаты, которые можно ощутить, потрогать в виде железа. Дорогие друзья, многие интернет, многие миллионеры, миллиардеры, занимающиеся именно продажей акций и так далее, продажи каких-либо продукций, товаров, не видели такого продукта, который производит наша компания. То есть именно транспорт второго уровня, транспорт нового тысячелетия, который будет служить, одна дорога, одна струнная дорога, именно с готовой рабочей инфраструктурой будет служить как минимум 100 лет. Это служит доказательством, что сейчас многие вантовые мосты и отчасти наша технология в том числе имеет свои физические обоснования по законам именно строительства вантовых мостов. И они стоят действительно уже столетия. И те люди, которые сейчас будут инвестировать и уже появляются люди в чате, я видел, для меня это уже не новость, что человек хочет инвестировать миллион. Для меня спрашивают, какие инвестиции на сегодняшний день считаются средними. Средними считается инвестиция до 50 тысяч долларов, я считаю. Раньше это была средняя инвестиция до 10 тысяч долларов. То есть критерии и именно рамки средних, малых, больших инвестиций, они растут. Сейчас уже люди задумываются в Мумбаи, в Дели, в Индии. И Skyway Invest Group в лице в первую очередь Андрея Федоровича Ковратова планирует развитие в Индии очень широкомасштабное. И мы действительно намерены на развитие и на охват широких масс населения. Сейчас появилась четкая стратегия развития, которую вам озвучил Сергей Анатольевич Сибиряков, которая действительно сможет охватить все пострадавшие слои населения. И более того, если я много раз видел и много раз наблюдал, именно когда проекты и так далее могут возвращать за свои же грехи интернет-проекты, я не буду говорить названия пирамид и так далее, в которых, я думаю, некоторые из вас обжигались. Но все это заканчивалось ничем. То есть это был дополнительный маркетинговый ход, чтобы обеспечить дополнительный приток в пирамиду. Здесь же, что касается SkyWay, технологии SkyWay, действительно при капитализации долги могут быть возвращены. И мы будем рассказывать тысячам, десяткам тысяч людей, которые будут приходить в надежде вернуть свои деньги, будем объяснять им, каким образом они действительно могут вернуть свои вложения за счет капитализации технологии SkyWay. Потенциал этого бизнеса, которым мы с вами занимаемся, действительно огромен. То есть это триллион долларов в будущем. Это сформирует новую экономику. Да, сейчас это звучит амбициозно, но звучало бы амбициозно, что у нас на дневном вебинаре в 13.00 по Москве будет 510 человек. И, собственно, я думаю, что в будущем у нас будут тысячи людей на дневном вебинаре. И мы будем доносить возможность, мы не будем никого уговаривать, просить. Мы будем просто говорить, что да, есть возможность войти на экономический ковчег. К сожалению, эта возможность будет закрыта с течением времени. То есть финансирование корневой технологии будет закрыто. Но продолжатся, так скажем, уже лодки, яхты хорошие, достойные, именуемые адресными проектами, которые будут следовать за народным нашим экономическим ковчегом. Места действительно хватит всем. И при том, что мы наблюдаем на сегодняшний день в мире, я не говорю про Россию, про те именно колебания валюты и то, что сейчас укрепился доллар. Каким образом он укрепился, дорогие друзья? То есть кто-то из знакомых, из финансистов мне говорят, что да все, доллар укрепился, то есть дно достигнуто. Но давайте вспомним, что раньше доллар стоил 30 рублей, сейчас он стоит 65 рублей. И это нам навевает и прививает именно как нормальное явление. Когда продуктовая корзина выросла на 20-30 процентов. И на сегодняшний день, почему нас не раздавили при зачаточном состоянии. То есть сейчас мы уже эмбрионную фазу именно нашего развития прошли, мы родились, мы уже поползли на коленях и начинаем вставать на ноги. То есть та цифра, которую мы неоднократно декларировали на вебинарах, 500 тысяч человек, это наш мост серьезный, не будем забегать далеко вперед, но серьезный уровень участия на государственном масштабе, может быть на политическом масштабе. Да, сейчас многие стратегии уже ясны, но большинство из них мы вам не разглашаем, потому что лучше разглашать уже, когда действительно нас будет 500 тысяч людей и всю проработку, те вопросы, которые уже давно решены и проработаны, идеология, концепция и так далее. Все это будем выносить в нас в массу именно как готовый продукт, потому что многие люди сейчас задают вопросы тем людям, которые участвуют в Skyway. Кто-то, я в Турции очень так серьезно общался действительно с серьезными крупными предпринимателями, для них вход, вход вообще в корневую технологию, да, они сейчас вошли в общем зачете не более 150 тысяч, то есть поток небольшой, но когда для них будет создана и мы имеем понимание, как это сделать, четкая структура, то есть компания, чтобы турки понимали, куда они инвестируют и они будут инвестировать в адресный проект, то Пануш Саркисян говорит, что на 100 тысяч долларов как минимум уже готовятся инвестиции и ждут именно адресного проекта, ждут четкую юридическую финансовую схему. Тот факт, что в Юрмале действительно у нас будет адресный проект. Друзья, я не могу вам сказать наверняка, где будет первый адресный проект и такая действительно, я бы не назвал ее гонкой, потому что мы все движемся в одном эшелоне абсолютно, мы действительно союз объединения людей, двигающийся к одной цели, я не могу назвать тот проект, который будет первым, но одно я могу назвать, что с каждым днем мы просто несемся к цели, то есть я приведу вам видео на следующем вебинаре, меня поразило это видео, когда мотоцикл перемещался по воде, то есть фактически это именно нарушение законов физики, но с помощью определенных приспособлений на глубине, на очень большой глубине, на гребне волны с риском, с опаской, что волна на кругу. Мотоциклист этот несется через глубокие просторы именно океана и достигает цели, достигает берега. Так вот, дорогие друзья, я могу сравнить наше развитие, развитие нашего проекта именно с хождением, с бегом по тонкому льду, но этот тонкий лед подкреплен очень серьезными, выдерживающими и способными выдержать очень серьезные нагрузки анкерными опорами нашего проекта и одна из первых анкерных опор будет установлена при должном финансировании, всегда буду повторять эту фразу, именно при должном финансировании 17 октября. И многие делегации с абсолютно многих государств и стран мира уже планируют приехать, увидеть это событие воочию и в первую очередь увидеть, что действительно уже творится на техноэкопарке. Потому что то, что я видел при закладке капсулы, я с нетерпением жду 17 октября. Действительно это будет небо и земля, а что будет уже осенью 2016 года, когда будет происходить демонстрация сертификации. Вы да, видите сейчас это в нетрендеренном еще видео, кто-то жалуется на качество. Но дорогие друзья, сегодня вам сказали, что уже несколько дней рендерит группа компьютеров и я могу назвать это, имея понимание в этом деле, это рендер ферма. Можно поздравить, что у нас в научно-производственном предприятии есть своя рендер ферма. Соответственно, многие процессы, которые можно было заказывать аутсорс и так далее, что мне нравится в группе компаний Skyway, действительно во всех направлениях стремятся вырастить свой продукт. И от того направления, которое мы с вами создаем, именно Skyway, технология Skyway, будут уходить колоссальные лучи, огромной длины масштабов на новые ниши. Ниши, которые сейчас не существуют, это будут ниши второго уровня. Концепцию Skypark мы будем доносить на адресном, на вебинаре, посвященном адресном проекте. Он будет 10 октября, обязательно следите за рассылкой. И вообще совет, обязательно следите за тем информационным полем, где вы сейчас находитесь. Потому что, дамы и господа, новички, я прошу прощения, сейчас я не могу рассказывать про технологию, с удовольствием вам бы поведал. На этом у нас существуют вебинары в понедельник. Здесь же у нас освещение именно стратегии, именно серьезных масштабных изменений, именно обсуждение насущных новостей, как технология Skyway может изменить ситуацию только к лучшему. И обсуждение, и преподнесение в виде действительно экспертного мнения макроэкономиста, прогнозиста, того человека, которого приглашали в свое время работать в центр американского прогнозирования. Но кого приглашали работать в министерство, уже при мне. Я многого не знаю, что произошло, не видел, точнее, многое знаю, но не видел, что произошло за 15 лет. Но, дорогие друзья, то, что я вижу и произошло с момента даже моего участия, я участвую уже более полутора лет, фактически уже к двум годам скоро приближается, присоединился в феврале 2014 года именно активно. И когда было невозможно и очень сложно доносить информацию, когда, извините, не работали личные кабинеты, когда не было никаких видео, когда был только один вирусный ролик и только язык, только голова, чтобы нанести эту информацию и идею, никаких расчетов свежих не было, были только прошлые расчеты. Да, был очень мощный инструмент Государственного Совета 2009 года, когда предложили нашу технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву, но все развивается по спирали, дамы и господа, и все становится на круги своя. То есть тот факт, который сейчас происходит в Санкт-Петербурге, мы с вами проследим, та информация, тот инсайт, который вы сегодня услышали, что губернатор Санкт-Петербурга будет меняться, все происходит не просто так, потому что нас сейчас уже более 180 тысяч людей, приближаемся к 180 тысячам, мы стремительно набираем оборот на различных ракурсах, как именно развитие по сарафанному радио, то есть построение бизнеса через сетевое построение корпорации, так и через линейный бизнес, Андрей Федорович Ковратов придумал это направление, это также дает дополнительный упор. И то, что сегодня озвучил Сергей Анатольевич Сибиряков, именно стратегия, которую придумал и ввел Виктор Бабурин, она произведет, я уже предполагаю, дамы и господа, она произведет просто очень широкомасштабный всплеск всей интернет-аудитории и всех людей, которые когда-либо участвовали в каких-либо махинациях и потеряли свои деньги. Мы не обещаем реальных и конкретных денег сейчас-завтра, но у нас есть конкретная программа, расчеты, как наша технология может капитализироваться через адресные проекты, через сеть адресных проектов. Вначале это будут миллионы долларов авансовых платежей, потом это будут уже миллиарды долларов и мы выйдем. Действительно, я понимаю, что это абсолютно реально и это меня подзадаривает и говорит, что обязательно нужно не прекращать развиваться, обязательно нужно, несмотря на то, какую позицию мы все занимаем в жизни в Skyway Invest Group, в группе компаний Skyway, обязательно об этом проекте нужно рассказывать каждому и каждый день и каждый час, потому что этот проект действительно может спасти жизни миллионов людей не только потому, что будет создана новая технология, но и потому, что произойдет новая экономическая эволюция мира. Это термин, который ввел Андрей Федорович Хавратов и сейчас за счет капитализации Transnet, за счет капитализации Skyway действительно богатые могут стать еще богаче, а бедные стать не беднее, а богаче. С вами Алексей Суходоев, до скорых встреч, ждем всех на вечернем вебинаре. Благодарю за внимание.